Привет! В этом видео мы рассмотрим несколько практических кейсов, как настроить стакан и ленту сделок в одиночном режиме по любой из пар. По всем основным парам на сервисе уже есть оптимальные настройки, которые показывают все крупные блоки и дают понимание общей конъюнктуры рынка. Регулярно динамика рынка изменяется, изменяется спрос, изменяется предложение, и те настройки, которые актуальны и сейчас, через месяц их нужно уже будет корректировать, а через полгода или через год, возможно, их нужно будет полностью перенастроить. Поэтому научиться грамотно устанавливать настройки в одиночном режиме по стакану и по ленте сделок в текущей формации рынка очень важно. Также, если вы работаете со списком пар, которые не попадают в основной, то для вас это видео будет наиболее полезным. И давайте приступим и рассмотрим это на самом сервисе. Итак, в одиночном режиме я предлагаю воспользоваться дополнительными парами, так как по всем основным парам у нас уже заданы оптимальные параметры. И в текущей формации рынка, в текущем маркете они актуальны. Поэтому давайте рассмотрим какую-то из пар из дополнительного списка. И давайте посмотрим Qtum. Изначально в настройках мы получаем минимальные параметры глубины стакана 5%, и мы получаем всегда значения 1,10, 1,10 у стакана и у ленты сделок. И теперь давайте посмотрим непосредственно сам стакан по Qtum. И давайте начнем оцифровывать какие-то более-менее крупные блоки. Мы видим 1,300, 600, 1000, 1000, 10,400, 500, 1400, 900, 500, 200, 200, 300, 600, 200, 2700, 1400. Окей, теперь давайте глянем по АСКам. 500, 400, 1400, 300, 100, 100, 200, 200, почти 400, 800, 35, 10, 13. Окей, давайте теперь введем какие-то наши среднеизвешенные значения, которые мы увидели в стакане. Я предлагаю сразу их записать в блокноте. Из минимальных сделок мы видели среднеизвешенную котировку примерно 300-500. Давайте начнем с 300, это будет наша минимальная сделка. Самую крупную сделку, которую мы видели по бедам и по АСКам, это было 10 тысяч. Остальные сделки мы видели в районе тысячи или двух или трех тысяч. Поэтому я предлагаю взять среднее оптимальное значение 5000. И теперь давайте эти параметры мы укажем в настройках стакана. Вместо единицы мы указываем 300, вместо десяти мы указываем 3000. И сохраняем наши настройки. Теперь стакан на Qtemy более информативный, и он нам показывает информацию. Мы сразу можем отцифровать легко крупные блоки, и у нас уже не попадаются в нашей фильтрации какие-то мелкие блоки, которые нам попросту не информативны. Но что мы еще не сделали, мы не изменили глубину стакана. Сейчас глубина стакана 5%, но чтобы получать глобальную отцифровку всего стакана, нам нужно воспользоваться самым максимальным значением. В текущем случае я предлагаю воспользоваться 90%, а при необходимости изменить глубину до максимума. И давайте поставим 90%. Теперь мы видим полную глубину стакана на протяжении 90% вверх и вниз от текущей цены. Но информации в стакане довольно много, и крупные блоки все-таки скрываются за какими-то более мелкими котировками. И я предлагаю эти более мелкие котировки сократить. Если мы снова проанализируем стакан, то мы увидим, что у нас много значений в районе 300 или 400, которые уже не сильно информативны. Поэтому я предлагаю также сократить минимальный ордер, вернее повысить минимальный ордер. С 300 давайте сделаем до 500, и снова посмотрим на наш стакан. Разворот стакана все еще остается довольно большим, и информативность уже лучше, но еще не тот идеал, к которому мы стремимся. Поэтому я предлагаю дальше продолжить повышать минимальный ордер с 500 уже на 1000. И в таком формате наконец-то мы добились того значения, когда мы нашли то оптимальное число минимального ордера в 1000 пьютома, когда стакан уже становится наиболее информативным и очень хорошо и круто подсвечиваются все крупные блоки, которые влияют на наше решение о входе или о выходе из сделки, и также об оцифровке всех крупных капиталов конкретно по кьютому на бирже Binance. Дальше я предлагаю разобраться с лентой сделок. Собственно, сейчас лента сделок у нас нефильтруемая, и мы получаем и все мелкие ордера, и крупные у нас особо не подсвечиваются. Считаю, у нас подсвечиваются все ордера подряд. Поэтому давайте продолжим с настройками ленты. И сейчас мы займемся оцифровкой всех проходящих сделок в ленте. И мы видим, что здесь проходят котировки 30, 15, 38, 200, 220, 100, 90, 100, 100, 34, 73, 33. Да, у нас мелькало значение 100. Давайте отталкиваться от него и выставим как минимальную сделку именно 100. А крупную поставим, ну, например, 500, и посмотрим, как это будет выглядеть. Также пока сделок у нас стандартно выбирается 30 штук, я предлагаю выбрать максимальный разворот в 100 сделок. И давайте сохраним эти параметры. Теперь лента сделок выглядит куда информативнее и лучше. В ней стало намного проще ориентироваться. Но все-таки это еще не то идеальное сочетание, которого бы хотелось достичь. Мы видим, что ордера мелькают довольно часто, попадаются какие-то более крупные котировки. И давайте немного повысим все-таки нашу минимальную сделку. Я предлагаю со 100 повысить до 200, а большую сделку также оставить 500. И теперь посмотрим, как выглядит лента сделок сейчас. И, как по мне, сейчас мы добились того оптимального параметра настроек, при котором стало удобно работать с лентой сделок. И в ленте мы получаем только какие-то важные проходящие котировки, а не все подряд. И последним штрихом, который, опять же, мешает нашей информативности и немного отвлекает, это округление всех чисел. Например, мы видим 10746.68. Точка 68 совершенно не несет никакой информации, а информативно, текстово она занимает лишнюю информацию. То же самое, точка 17. Поэтому я предлагаю параметр количества цифр после запятой у всех столбцовым аунтов. Это здесь, здесь и здесь. Сделать нулем и посмотреть, как лента сделок и стакан будут смотреться. Вот такой внешний вид мы получаем. Согласитесь, что работать с таким внешним видом уже намного приятнее. Он стал еще более информативным. Мы не получаем никакой лишней информации. И визуально все красиво и приятно. И вот так выглядит полностью настроенная пара по Qtum. Также уже без более детальных комментариев, я предлагаю ту же пару Qtum настроить уже на другой бирже. Я сейчас буду делать, а вы просто поймете, что мы применяем абсолютно те же принципы, о которых я рассказал. И посмотрим, как это будет выглядеть. Переходим на биржу HitBTC и ищем нашу пару Qtum. Переходим по ней. И мы видим, что пара в принципе у нас полностью не настроена. У нас те же 5% глубины и никаких настроек нет. И давайте сразу оцифруем стакан. Мы видим 400, 1200, 100, 400, 3000, 3000, 3000, 2400. Окей. Берем минимальный ордер. Снова попробуем где-то от 500. Большой сделаем 3000. По аналогии с тем, как мы делали на Binance. Сразу выбираем глубину стакана в 90%. Количество цифр ставим 0, показ ленты делаем 100 и обновляем. Такой стакан выглядит уже гораздо приятнее и информативнее, но все равно информации и котировок в этом стакане остается довольно много. То есть мы выбрали не совсем оптимальные значения. Поэтому давайте дальше повышать наш минимальный ордер. С 500 я предлагаю повысить вдвое до 1000. Итак, такой стакан уже смотрится немного лучше, но все равно у нас попадается довольно много информации. И такой информации в нашем стакане появляется довольно много. Поэтому я предлагаю минимальный ордер все еще немного увеличить до 1500, а большой ордер поставить 5000. Вот в такой формации стакан выглядит уже получше. Но мы видим то, что у нас по АСКам нет ни одного большого ордера. Соответственно, с 5000 я ввел слишком большое значение. Поэтому я предлагаю вернуться к 3000, сохранить. И вот такой стакан. Это почти идеальная конфигурация того, как он должен выглядеть и нести в себе наибольшую информативность. Теперь давайте также перейдем к ленте сделок. И проанализируем в начале ленту. Мы видим удары 200, 100, 200, 100, 55, 300, 200. И сразу напрашивается то, что мы видим часто цифру 100. Поэтому поставим минимальную сделку сразу от 100, а большую сделаем, например, 500. И сохраним наши настройки. Итак, теперь лента сделок выглядит следующим образом. Мы видим, что у нас из крупных сделок мелькает 1000, 7700. Соответственно, мы можем немного повысить наши большие сделки и указать до 1000. Мы сохраняем наши настройки и смотрим ленту сделок. То такая лента сделок уже смотрится, в принципе, более правильно и более информативно. На этом, я думаю, что настройки Qtum по бирже HitBTC можно считать полностью завершенными. Итак, на этом примере мы рассмотрели настройки пары Qtum на бирже Binance и на бирже HitBTC. Такие настройки позволяют лучше всего производить оцифровку всех крупных блоков и также следить за динамикой их изменения. Если данное видео для вас было полезным, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропускать другие подобные обучающие либо видео с практическими кейсами. А также, если у вас остались какие-то вопросы, которые не были озвучены в видео, то, пожалуйста, задавайте их в комментарии, и вы получите на них ответы.